Не только расширить взаимодействие пермских и российских предприятий, но и привлечь новых партнеров из стран ближнего зарубежья. Именно с такой задачей на Питерский газовый форум приехала компания ИНГК. Для этого стендист Пермского края привез мобильную компрессорную установку, которую используют в нефтегазовой отрасли. Важный момент. Оборудование полностью локализовано в России, и это не могло не заинтересовать других участников выставки. А всего на объединенном стенде Прикаме свою продукцию для топливно-энергетического комплекса России представляли 20 предприятий региона. Возглавил делегацию губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В части работы с «Газпромом» нами сейчас реализовывается несколько очень ключевых проектов на Бангенковском направлении, Ямал. Данной установкой заинтересовались несколько дочерних обществ Уренгой, Ямбург, которые хотят взять данную установку для опытно-промышленной эксплуатации. Говорили про нефтегазовый сектор на международном газовом форуме много. И преимущественно темы были связаны с отечественными разработками и агрегатами, которые в том числе помогают с развитием газоснабжения. Например, в населенных пунктах России уже исполнено 750 тысяч договоров по программе догазификации. Накануне к газу были подключены жилые объекты 18 субъектов нашей страны. В списке оказался и Пермский край. Мы работаем в 72 субъектах Российской Федерации на сегодняшний день. И в рамках программы газ придет более чем в 1 миллион семей. А газифицированным будет более 5700 населенных пунктов, деревень и сел. Происходит развитие региона и по другому направлению в дорожно-транспортной инфраструктуре. В этом содействие оказывает «Газпромнефть». В Прикамье уже реализуются проекты строительства автомобильных дорог с применением битумных материалов. А новое, подписанное на газовом форуме соглашение, расширяет взаимное партнерство. «Газпромнефть» обеспечит автомобильными и индустриальными маслами предприятия основных секторов экономики края. Металлургии, машиностроения, энергетики, добывающей и химической промышленности, и транспортной сферы. Мы готовы предложить предприятиям Пермского края российские масла с эффективными и индивидуальными рецептурами, как для транспортных предприятий, так и для промышленного сектора региона. Кроме того, после насыщенной рабочей программы, глава региона Дмитрий Махонин подвел итоги всех переговоров, добавив социальную значимость для Пермского края. Регион находится на втором месте в стране по компаниям группы «Газпром». У нас в несколько раз выросла инвестиционная программа. Та программа, которая принята, объем инвестиций составляет более 40 миллиардов рублей. Это беспрецедентный объем. Значит, темпов газификации для нас очень важно, чтобы этот темп продолжал сохраняться. Также делегация Пермского края заключила соглашение с Банком «Россия». Взаимодействие будет осуществляться по таким направлениям, как привлечение инвестиций, участие в региональных социальных инвестиционных проектах и программах, реализуемых на территории Пермского края, развитие сферы закупок для государственных и муниципальных нужд.